Всем, кто смотрит в записи, большой привет! Сегодня у нас финальный день специального турнира в 17,5 тысяч призовой фонд, и сегодня нас ждет три серии, и турнир завершится, четыре игрока осталось. Первый матч — это нижняя часть сетки, Colorful, против Хапача. Чатик перенесу куда-нибудь сюда, на привычное место. Победителя ждет Каха, а потом победителя ждет еще 120-й. Хапач против трех китайцев. Можно так резюмировать все это дело. Играют они до трех побед первые два матча, четвертый матч, ой, третий матч, до четырех побед, бо 7, соответственно. Погнали! Демон Хантер первым героем у Colorful, карта Northern Isles начнет с зеленой точки криппинга, пошла обоюдная разведка. ДК здесь первый. Игроков, соответственно, тоже вебочки показывают, что тоже ценно. Хэппи пока такой полурасслабленный, непогруженный, как вы помните, по лбу, по расстоянию между монитором и лбом. Когда он будет уже сверлить взглядом и лоб будет на полэкрана, это значит, что он играет уже на свои там 90 плюс процентов. Грэнсон, привет. Всем в чатике, всем, кто смотрит прямую трансляцию, отдельный респект. Фух, ну что, собрались. Акалит. Не стоит недооценивать Акалит, он вчера там такое добивание классное сделал. Так, так, ай, ну не дает Colorful сделать последний удар Акалиту. ДК закупил себе, продал телепорт, купил себе скелетиков, побежал, побежал на Харас. А Дима с эмаляцией, кстати. Дима с эмаляцией и идет при этом... А, нет, он идет крипиться, все нормально. Фух, Хапачо, конечно, сложно будет. У него зашел, купил серклетку, получил довольно большое количество урона, отступил. Но серклетку из этого единственного магазина стараются перекупать, потому что ценный артефакт стремятся покупать демон-хантеры. Да или чего, эта серклетка пригодится. Кольцо плюс три. Т2 пошел. Крипится Хапачо, уже подходит сюда, демон-хантер. Уже есть Берн. Опа, иллюзия. Ай, скелеты, диспл уже идет, двух скелетов убили у нас. Гуля подставляется, красная гуля уже... Ай, не успела, не успела сделать моноберн, падает первая гуля, вторая еле-еле... Вторая тоже, ай! Минус две ку... Ой-ой-ой-ой-ой, начало на минус две гули, здравствуйте. Так, началось, началось, что за... Ну там Мурлоки еще, как-то мисконтролит немножко Хэппи. Кликает 400. Колорфул вообще не напрягается, 270. Гулик жалко. Да, пора подключать лоб, говорит, секрет-секрет. Действительно, Хапач, смотрите, уже начинает погружаться серьезнее в игру. Подставляет иллюзию под нейтралов. Выпадает неплохой артефакт на жизни, 150. Здесь Сентривард на разведочку. Иллюзия полетела. Хэппи добивает, соответственно, этих нейтралов. Оба движутся к третьему уровню. Иллюзия проверила, есть ли там строящаяся база, нет, увидел, что нет, и понял, что, скорее всего, Эльф будет играть через две лорницы в Т3. Иллюзия разбудила, скорее всего, для того, чтобы этот был... Для того, чтобы... В случае, если Эльф подошел после этого, там был Бладласт, и сложнее было крепить разбафанных нейтралов. Очень хорошо крепится, конечно, Эльф, благодаря эмаляции, в том числе, и неубитым арчам, которые хороший урон наносят. Дима выбивает тоже отличные артефакты. Есть амулет энергии, есть там дополнительные жизни через силу, есть дополнительная броня через кольцо. Третий, Дима. Третий, блин, Дима уже. ДК тоже третий. Там тоже парочка колец. Хорошо защищен ДК. Ухо поча. Пошел Т3. Ну, мы помним по вчерашним, позавчерашним играм, что Хапач тоже старается подпушить Эльфа однобазного. Там хорошее есть окно по таймингу, чуть меньше минуты, но так плюс-минус, там 40 плюс-минус 10 секунд, я думаю. Пока у Эльфа не готовы медведи, ты можешь прийти и очень хорошо разменяться. Ну, получается, у тебя чуть-чуть раньше, как вы видите, по таймингу Т3, у тебя уже есть Дестройер, у тебя уже есть Арба, ты приходишь к Эльфу, у него медведи есть, но без формы, и вот в этот момент как раз можно хорошо разменяться, там, попытаться разменяться. Либо даже убить Эльфа, но ситуация здесь не такая, чтобы прям хорошо пропушить. Не знаю, остановит ли это... Так, Book of the Dead выпадает Colorful, он выбивает этот артефакт, но это самый плохой артефакт из возможных, так что хорошо. ДК ловит Моноберн, понимает, что ему нечего здесь ловить. Ждем Лича, ждем Финдов. Book of the Dead решил реализовать через Криппинг. Странно, что он вот сейчас Нагой, например, не перетыкивает Деку, слишком поздно начал. Выпадает паладиновская аура, хороший артефакт. Да, неплохая реализация, на самом деле, книжки. Он успевает большую часть этой точки забрать, но подходит Лич, и уже сложновато, может, даже новую кинуть с первых ск... А, нет, это не наш скелет. Точнее, не эльфийский скелет, а наш, наоборот. Так, что делать, что делать? Двеллар не состроится, Т3 делает свою хэппи, Т3 доделывается, а эльф продолжает Криппинг. Его задача сейчас Нагу подтянуть. Привет, Роян, всем, кто подключился, здрасте, друзья. Ну, пока очень ровная игра, я бы даже сказал, преимущество у эльфа. То есть он Криппинг, он подрезал незабываемо эти две гули, и, соответственно, здесь нет ни экспанды, нет факторов, которые заставляют прям какие-то улыновые стратегии делать. Энгер, инвентарь видно слева и справа, левый верхний, правый верхний угол. Всегда видны... Мы специально поставили чатик именно в это место. Пожалуйста, смотрите на полную картинку. Спасибо. Продолжается Криппинг, обоюдный. Но по предметам все эльфы лучше, смотрите. Просто их больше предметов и ценный предмет. Так, Хапач идет как раз с Пушем, чтобы реализовать. Но нет ни дестройеров, нет ни... И очень хорошая застройка у эльфа. Смотрите, как магазин цейфовый стоит, как АО впереди стоит, Мунвейлы полные. Вообще, как здесь пушить? Хэппи пришел и ушел. Даже не попытался. Все, и... И там медведи доделываются. Но с другой стороны, Хапач, видите, немножко эльфа заставил поджаться. И благодаря этому забирает точку еще одну. Ставит нычку? Что? А с чего это вдруг? Так, сейчас, может быть, битва Хэппи выманивает нейтралов, но... Он здесь не совсем готов, потому что сзади еще будет... Будет эльф мешать? Опасно. Дима вылетает, получает фокус. Гули танкует хорошо. ДК держит дистанцию, делает Койл, спасает Гулю. Выходит... Так, прыгает Гули в арчей. Минус Гули, а минус одна арча. Гули чуть назад. Свитка, кстати, нет. Хорошая моноберна 76, блин. Койл стоит 75, моноберна 76. Дима Хантера пытаются отфокусить. Хэппи старается. Фокусит медведей. Что там по стафу? Стафов КД. Минус первый медведь. Отлично. Гули тоже разваливаются, к сожалению. Минус одна, минус вторая. А Дима без телепорта, кстати. Дима без телепорта. Телепорт. Отлично. Мы забираем еще на телепорте одну арчу, вторую арчу. Все, отлично. И забираем красную точку. И база еще тут достраивается. Эльф видит, что там есть база, но размен был минусовый. Минус 6 лимита у Эльфа. Как удалось хорошо хапачу. Даже несмотря на равный лимит и более плохие предметы, здесь хорошо разменяться. Класс. Хорошо. И сейчас можно попробовать... Ну, мы заберем красную точку. Эльфу нужно уже придумывать самому, что делать с хапачевской базой. Хэппи не будет вообще сидеть на лимите 50 ни в коем случае. Что там по артефакту? Покажите, что с красной точки вылетает. Каннинг. 5-5 Агила Инта. Не самый хороший артефакт. Самое главное сейчас собраться, вот взять подкрепу со своей базы. Хэппи уже выходит из лимита 53 на 50. Лимиты все равно сопоставимые. Собирается вместе хапач. Молодец. Красная точка еще не зачищена. Левая и нет времени, чтобы зачищать. Хэппи понимает, что надо сейчас сражаться за эту базу. Шикарно. Делает дестройером, высасывает ману из обсидианки. Дима 4-й, затаренный очень хорошо. Акалиты подтягиваются, но шахта еще не окупилась. Акалит 1-й подставляется. А, нет, все-все-все нормально. Дестройер из мана и фокус по Медведю сразу. Медведя не стафает почему-то, я не знаю. Фокус по второму. Гуля минус одна. Медведей уже нет. Держит дистанцию неплохо. Нага подставляется у хапача, но он ее вовремя отводит. Следующий финт. Но там подходит еще Медведь. Медведей убивают. Третий лич. Дима очень битый. Стафт на Диму. Кажется, отбивается хапач. Ему, по сути, нужно просто отбиться здесь. Все, остается только Дриады ГГ. Если не сделать ничего с этой базой, до свидания. Colorful. Дальше сценарии все пессимистичные. Дима телепортируется с персоналкой. Будет, кажется, предпринята еще одна попытка для того, чтобы продавить. Сразу за Маной бежит, видимо, ДК. Сейчас вернется, купит бутылку Манны. Да, купил бутылку Манны. Врываются сейчас Дриады. Четыре Дриадки всего. Одна Арча, два героя. Ну как здесь можно продавить, казалось бы. Минус одна Дриада, минус вторая Дриада. Нагу отчаянно уже пытается преследовать. Colorful не получается. ДК держит дистанцию для того, чтобы Койл можно было вот так вот кидать и не получать Маноберну. Получает Маноберну, спасает Финда. Все равно как бы это плюсовое... Ну, как бы, да, еще Дриада минус. Остается две Дриадки. Еле живой Лич. Лич может быть умрет, но нет. Еще есть манны у ДК. Он делает Койл. Лича спасают. Нага отступает. Это 1-0 в пользу Хапача. Вообще не сомневайтесь вообще. Не сомневайтесь. Отступать некуда. Там даже Инвул не хочет прожимать этой Наги, потому что... Ну, а что дальше-то делать? Да, Нага пытается... Там вторая Аура на самом деле. Там Нага не уйдет от ДК. Койл минус... А, Инвул все-таки ловит. Паразит. Colorful. Хочет еще посражаться, хотя ГГ оценивает ситуацию, понимает, что 40 лимита на 60 и рабочую нычку ничего сделать не может. Отличная стратка. То есть пришел, понял, что не может пропушить, отступил, прокрепился, параллельно поставил экспант, встал и вышел. Давай, Хапач. Убрал, протер камеру. Пока все ровненько. Да, начало было несколько смазанное, но потом не было риска. Сыграл мега сейфово, дал хорошее сражение на красной точке. Потом уже начал работать постепенно экспант, провоцирующий противника на одну атаку. К этой атаке Хэппи был готов. В плане лимита, в плане уровня героев, да, похуже артефакта, но тем не менее. И кажется, Colorful хуже контролит, чем тот же самый Каха. То есть вот равные лимиты, а размен идет прям однокалиточный. Ну пока что, не сказать, что легчайше, но очень уверенная игра от Хапача. Начало многообещающей этой серии и, в принципе, дня для Хэппи. Каха там сидит, переживает, наверное, потому что он же тоже смотрит эти матчи. И 120-й тоже смотрит эти матчи. Ты же не знаешь, кто выйдет на тебя. Вдруг сейчас Colorful закомбетчит, там выиграет Каха, и там 120-му придется с Colorful сражаться. Каха смотрит тоже по понятным причинам. Сейчас Colorful проигрывает, а ему с Хапачом следующий матч играть. То есть сейчас все сидят и записывают просто, думают, как им дальше и с кем играть. Как-то так. Всем подключившимся еще раз. Добрый день, добрый воскресный. Сегодня у нас самый последний финальный день TP-лиг с отличным призовым, с четырьмя оставшимися участниками. Два эльфа, два андеда. Ну, что, потеряли Лина вчера, потеряли Романтика вчера, представителей Орков и Альянса. Ну, там все тоже очень близко было. Там Colorful еле-еле. С Элином очень рекомендую эту серию посмотреть. Хэппи. Ну, не еле-еле, но была такая небольшая борьба. Там было много ошибок, много стороны романтика. Ну, и, конечно же, там... Как Акалит добивал там... Вся хумановская армия бьет этого голема с элементальным сархмагом, с ополченцами, с футменами. И Акалит делает этот злосчастный последний удар. Сейчас будет карта Colorful, то есть... Лузер пик, так называемый. Выбор проигравшего. И он выбрал Консилд Хилл. Что-то с глазами у Императора. Последнее время эльфы, ну, след, наверное, в том числе и за Каха, отказались от стратегии там через какой-то фаст экспанды первого кипера. Может, только Мун не отказался. Ну, и Банят тоже карты типа Теренаса, где проще эту базу поставить и защитить. Играют с одной базой. Один в С1. Почему Colorful взял Нагу в прошлой катке? Он же не собирался пушить. Ну, Нагу берут для того, чтобы на втором тире увереннее вот так вот покрепиться, подгонять Деку. И Каха играл тоже в затяжные через Нагу вторую. То есть, да, она уязвима, но выдает урон, замедляет, помогает в фокусе. Если тебе стафы, можно ее спасать. Вообще, пушить Андеда, Лейм Смит, это не стратегия. Ты Андеды не можешь пушить. Ты можешь благодаря Наге получить ситуативное преимущество из-за ее такой полезности. Прямо на выходе сразу. А Калит пытается вывести нейтралов, чтобы замедлить процесс скриппинга. Дека выходит продалку пилы, куда-то побежал. На свою зелененькую, что ли, побежал? Непонятно. А-а-а. Он долго труп искал. Ну, то есть, он долго искал овцу. Странно, что Калит не пробежал там и не убил. Он бы мог 4-5 секунд сэкономить на этом. Когти, купленная сэр-клетка. Сэр-клетка тоже... Ну, короче, все покупают сэр-клетку. И кольцо плюс 1 ко всем атрибутам, сравнительно новое, которое появилось. Выпало хапачу. А-а-а, тут чайок у меня еще есть. Ну, старт такой же, как и в прошлой игре. Скорее всего, буду так или иначе просто играть через скриппинг. Дима побежал куда-то в район своего магазина. Делает разведку, видит, что здесь хапач, но диспелить нечего. Всего один скелет и ДК, который держится на дистанции. Дима при этом все-таки решил пойти харасить, что удивительно. Да, у нее есть берн, но... Оп, мана-берн. Пытается окружить... Опа, оп, оп, оп! Близко, 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 близко! Ай, не среагировал хапач! И убирает сразу, так увидели, чтобы на развороте Диман с безопасного расстояния не сделал берн. Блин, было близко, конечно. Можно было окружить сейчас человека. Арчи могут подставиться из-за ауры. Гули уже начинают их подрезать, смотрите. Оп, 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 оп. Ай, не успели. Не успели-не 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 успели. Одна арча блочит вторую, потому что той осталось. Но здесь один койл, одну арчу мы убьем. Скорее всего, удар и койл. Красиво. Блок второй. За две гули мстит, кажется. Еще, еще, еще подблочит. Ай, чуть-чуть не успел. Но сейчас можно разбегаться. Главное сплетануть скелетов. Сплетанул хорошо одного, по крайней мере. Развести по разным целям. Койл кинул моноберн. Последний заходит на 47. И эмаляция помогает отбиваться сейчас эльфу. Видите, скелетик там начинает харасить виспов. Голи бегают за арчами. Начинается такой хороший хаос. Здоровый хаос на базе у эльфа. Мунвеллы опу... Ну, опустили уже. Были опустошены. Где-то кого-то могут уже подрезать. Мы даже можем не уследить за этим, потому что опус не все показывает, к сожалению. То есть где-то убегает висп, где-то не убегает арча и так далее. Видите? И здесь, и тут надо смотреть по потерям. Одного виспа уже, я вижу, убили. Да, но больше вроде жертв никаких нет. Вот этот висп еще под вопросом. Ой, надо бежать отсюда. Нага опять появилась у врага. Да, Колорфул удивительно. Очень хорошо отбивается от такого хараса, потеряв только одного виспа. Да, ушастый табак. Табак отображению виспов. Смотри просто на мелкие цифры справа от золота. Это количество золота, которое в руднике осталось. Если оно не разнится, там, на пару сотен, то, значит, с виспами или с рабочими все в порядке. Гулю! А тут красный выбивает. Когти плюс 12. Поздно делает разведку хэппи. Но этот момент сложно контролировать, потому что быстро выманивается, быстро убивается. Сейчас хочет пословить на криппинге. Сразу слева подходит. Есть лич. Койл кидается. Новый кидается в нагу. Нага там как дела? Еще иллюзия блочит. Прекрасно. Минус нага сейчас будет. Просто. Минус нага. Еще новый. Варчу минус арча. Там моноберни, моноберни, уже все. Уже две новые кинуты. И точка еще работает. Там голема прист лечит. Нормально. Ну, голем, казалось бы, не уязвим к магии, но так же, как на отряду кладется риджуф или там спеллбрекер лечится паладином, так же голем великодушно принимает... Сейчас он будет пытаться стырить артефакт под инвизом. Быстрее, 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 не успею. Ой, там блок такой. Черт. Забирает нас. Ну, идея хорошая. Идея хорошая. Ну, инвиз стоит 100. Артефакт, какой бы там ни выпадал, продается за 200. Плюс, не устаю повторять, что если вы стырили артефакт у противника, то есть он не достался ему и достался вам. То есть ценность этого артефакта повышается вдвое. Ну, при условии, что он полезен. Вам и ему. Но если продавать, то по золоту прям четко получается. Пытается здесь вытащить артефакт. Смотрим. Добил, взял, все. И опыт еще получил. Все равно он укупился. Эти варды, экспаи, добитый нейтрал там за 20 голды. Лимиты равны третий тир. Делается грейт на дестройеров и медведей. Дима не делает. Берн потом... О-о-о-о-о-о! Хорошо! А там нет телепорта! Минус Дима! На-на, похарасил! Минус третий Демон Хантер! Ой, какое наказание! Какое наказание! Эльфы нестабильны. Ну чего, у нас разогрев получается на Калорфуле, да, перед Каха. Кажется... Кажется... Ну, Хэппи воспользовался очевидной возможностью. Просто, ну, Калорфул... Калорфул плывет немножечко. Решение было, мягко говоря, странное. Реально, без инвула, без персоналки, без телепорта, без инвула, ну, лезет под нагу, под замедление, под нову. На что он рассчитывал там? Да, все отлично. Хэппи быстрее крепится, выходит сейчас из лимита, это значит, что не будет он играть пассивно. То есть там... Ну, на карте осталась только одна красная точка. Так, вампиризм надо только продать. Там передает, покупает два свитка лечения, меняет еще местами в инвентаре шмотки. Смотрите, как свитки поставил, инвул купил. Это же все не просто так, вот то, что у него свитки лежат в правом нижнем углу, а инвулы в правом верхнем. Это то, что используется через хоткей. Красава. Сейчас надо душить его, сейчас надо добивать эльфа. Эльф должен выходить из лимита, у него, кстати, 49 на 50, у него достраивается только-только мануэл. 4-3-2-7, там на 3-3, по героям все очень хорошо, ну, понятное дело, демонхантера убили. Димка влетает, медведи под фокусом. Маноберн хороший, минус первый медведь. Свиток лечения после форкета, отлично. Так, а что делать дальше? Еще один свиток надо ее взять. Там Диме плохо, Диме плохо, Диме плохо, Дима умирает. Что ж такое, Нага, где была вообще? Со стаффом. Что? Ну, до свидания, это 2-0. Разваливается. Колорфул, 55 на 36, уже минус 20 лимита, но я бы вышел, если честно. Форкет неплохой. Гули спасает, причем красных там под обсидианкой греются. Нагу, 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 Нагу фокусить можно. А, Инвул на Наге сразу же. Ничего себе, он как параноид. Дриады не могут с Арчами здесь уже нормально сражаться. Пишет, ГГ, Колорфул выходит. Но это очень странная игра от Колорфула. Спасибо вам за Демон Хантера, говорит Хапач. Не впечатлен он в целом игрой. А, классно. Можно передо мной чат отменю артефактов? Можно, конечно, можно. Nothing to add, говорит. Миш, привет, много лет смотрю профессиональный Варкрафт, и все еще не понимаю популярность Наги как героя. Им, Хо, в рамках Койл, нового Форкет, хорошая связка, по мгновенному урону в остальных случаях. Вообще не понимаю ценности сравнения с другими героями, которые полезнее в лейте. Хочется слышать твое мнение или экспертов из чатики. У Наги самый классный дебаф по одной цели. То есть, если ты, например, играешь эльф на эльф, у тебя есть Демон Хантер, у тебя есть какая-то условная армия, герой из таверны появляется быстрее, чем стандартный герой. Берется, появляется сразу в центре. То есть, ты не ждешь там 40 секунд, пока у тебя герой достроится, или сколько он строится. Не ждешь там 15-20 секунд, пока он появится в центре. И Нага в этом плане сразу с первого уровня выполняет свою роль. Замедляет скорость атаки и скорость перемещения процентов там на 30. И о замедлении вражеского героя, особенно если это какой-нибудь Демон Хантер или Блэйдмастер, или кто-то ДПСный, кого хочется побить, очень помогает. Эльфы много лет просто играли Демон Хантер и Нага из-за очевидной эффективности связки Дима-Нага вместе. Это первое, наверное. Второе. Нага из-за того, что она появляется быстро, тебе дает ситуативные преимущества. То есть ты из центра можешь там забирать спорные какие-нибудь точечки, крипить, отгонять противника, пока у него нет второго героя стандартного. В Лейте, чтобы ее защитить, во-первых, она Рэнджоуэна стоит издалека, стреляя, так просто ты Куэл-Ноу в нее не кинешь. Там есть более приоритетные цели, типа Демон Хантер и Медведи. Есть еще Стафы, есть еще Мунвейлы, то есть есть способы ее спасти, инвулы в конце концов. Нага это темповый герой. Очень, конечно, слабый по здоровью, но со своими плюсами. Да, Шмель Верный пишет, а нет, Васяник пишет, даже если Нагу за монобернить, маны на одну стрелку хватит всегда, но она там через раз стреляет даже с пустой маной. Почему тогда забросили играть за Соло Варден? В смысле, почему тогда? Как эти события вообще связаны? Против кого, значит, забросили играть? Против Андейдов? Во-первых, через Соло Варден против Андейдов играл нормально только Ла Лайт. И были серьезные проблемы у Андейдов и 120-го, и у Хэппи, как вы помните, конкретно против него. Но коллективным опытом, практикой научились не давать ей крепиться и пушить вот так вот, агрессивно. То есть проблема в Варденке в том, что ей нужно время для того, чтобы дожить там до 5-го до 6-го, и тогда она начинает навязывать свою игру. Вот, она была... Оп, койл, скелетики. Ой, как он достал моноберну, блин, через полэкрана? The level break points are somewhat hard to reach. You can't keep this up. The first can't control steel, just like that. Can't go for Acolyte Harass, really, as that is so easy to replenish now with the second Necropolis. This is serious. And the big move here was excellent Acolyte play. Happy kept the Acolyte there in position, threatening a possible steel that allowed the DK to get it. And now the Acolyte was drawing attention Много времени действительно этот АК Литвы выгадал, ДК успел предмет выбить Сантри Вард Криппинг у Эльфа довольно-таки такой, ну, не наглый, но... Ладно, сейчас безопасно это делать, все равно Хапача там разведки нет, он не может подтянуться и что-то сделать Субимаска выпадает Димке, ну и передаст, естественно, как только Нага появится У нас будет и следующая серия такая же по расам, и Каха будет играть по той же самой стратегии, поэтому можно будет увидеть какую-то разницу в исполнении Так, по впечатлениям Каха играет, ну, лучше исполняет эти две лорницы Дима Нага с одной базы Так Т-3 пошел Ну, крепится, крепится хорошо Два кольца, венец закупленный Субимаска, там два тоже венца закупленных и большая бутылка жизней у Хапача Которая, скорее всего, пойдет куда-нибудь... ну, по умолчанию в Нагу, наверное, в свою Оба получили третий Взята Нага Кстати, Наге можно одну... да, Субимаска передал, я думал, может еще одно кольцо и передать Магазин еще старый будет крепится Плохой артефакт продает сразу с Кролл Забист Оп Тролля добили За Моноберн всего лишь Оп, и сразу увидел, куда основная армия идет и что его могут под это самое подблочить Да ладно! Нагловато тут Хапач пытался добить этого тролля, он наполучал урон Так, уходит Две лорницы Секрет-секрет, говорит, вся сила андейда в таймингу опуши с одним мадистром Не, не вся сила Сразу неправильно То есть можно играть и в экспанд, можно играть и в затяжную игру Андейды себя прекрасно чувствуют без всяких пуш и просто развиваются в Т3 Почему не мешают выйти в Т3? Акалитов побить бойню Ни рубки Земля Акалиты, которые регенятся и быстрее бегают, чем раньше У нормального андейда Очень сложно Ну, если он там делает разведку Акалитов, в принципе, убить Ты прибегаешь на базу, там все бегает, ты весь замедленный Так Койл Моноберн Блин, там ДК может подставиться У него только бутылка Он убьет Арчу, скорее всего Не понял, а где, где, где там Там трупы я даже не заметил Она что, в лесу умерла Там было же две Арчи, да? Он одну добивал, а второй Да, 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 он там должен был убивать Арчу Лич Крипится, выбивает артефакты Все четко Вот Хапач контролирует ситуацию Он знает, где противник Он бегает, пытается подрезать Там кого-то умудряется, кого-то нет Параллельно сам Крипится, ждет свои темы И инвиз Ой, можно стырить Опять не свои... Ай, ты смотри Опять? Опять, блин Дриады блокируют Не зная, что они блокируют Уже второй раз ДК В инвизе А может Нагу убьем? Кстати, как вам? Нет, не убьем Максимум Арчу Можно подблочить невидимым юнитом Минус Нага В смысле, минус Арча Выходит ДК Но минус две Гули Пытается тоже подблочить ДК Как может Не такой хороший врыв, как хотелось бы Гули с деревьями в руках Правда, большой урон наносит Да, конечно У них пулеврайз Мини пулеврайз Появляется, как у Тауренов Гули с деревом делают для того, чтобы их проще было отправлять домой Через кнопку возврата Типа скинуть ресурсы Эр, кажется, или какая-то кнопка? А, там тролль Берсерк еще умер Класс Четвертый Дима 45 лимит на 41 Хапач пришел подпушивать Попутно забирает вот эту красную точку Дестроер диспелит Риджув И выбивает артефакт Хапача Это циклон Как он его реализует, интересно Не, не будет пушить опять Перегруппировывается, может быть, на красную Шпильман говорит о Гули И когда идут домой через кнопку R, проходят сквозь унитов или же пофиксили? Возвращаются они так же, да, как рабочие Они должны сквозь все проходить Раньше они еще бежали на лес, пробегая сквозь Это так называемый forest walk был Но вот эту пофиксили очень давно А то, о чем ты говоришь, кажется, нет Не фиксили Ну, типа, лес есть везде У тебя там пачка гулей Ты тыкаешь просто за противника Ну, на лес за противника и гули Просто пробегают мимо там медведей Дырят просто ворчей, бронжевиков там, в героев забегают И жрут Целые стратегии на этом строились, кстати В свое время Так, хапать сейчас не с сеплай блоком, но еще не готов У меня зигурат делается на 60, не готов к выходу из лимита Шмель говорит Я эльф из 2006, картинка дриады, картинка дриады 78% побед в батлнете Звучит как буллсчит, конечно Если у тебя 78% побед в батлнете Ты играл, видимо, плюс-минус 6 и не доходил до уровня своего То есть Либо ты был лучшим игроком в Европе С таким винрейтом Таких не было Либо ты просто качал аккаунт до определенного уровня Пока выигрывал И делал такую стату Если ты не лучший, у тебя все равно статистика 50% Так-то мы делали Там 80 на 0 аккаунты Какая разница, когда было плюс-минус 6 Но ты рано или поздно дойдешь до топа Европы Где, ну, либо станешь самым лучшим и начнешь там штамповать Но таких, повторюсь, не было Разве что в определенные моменты Всякие там граби, зоратустры Ой, какие зоратустры Закарды, когда приходили Но 78% это да Короче, тут сражение у нас Минус 2 медведя, ДК А что там у нас? А у нас большая бутылка есть, нормально Так, свиток лечения еще Минус дриады Ну, это не разваливается Colorful просто Инвол юзается Вся армия минус просто у эльфа 57 на 48 Дестройеры живые Остаются там 3-4 дриады И Дима, чемпион еще Блин, вот здесь бы Почему на такой стадии Хэппи не делает закопку Она стоит копейки А эльфы не привыкли покупать просветку против Андеда Я не знаю Димка возвращается Он самый здесь жесткий, конечно, вообще Разматывает только так Приходится Хапачу отступать Потому что мана закончилась А Дима здоровый Непонятно, чем его убивать Привет, я эльф из 2007-го У меня виндрейт 100% Шмель уточняет, что за эльфов 78 Общий был, да, около 50 Что за эльфов? Ты за рандомы играл, что ли? Понятно Ну, идея в том же То есть, если бы играл только за эльфов У тебя не было бы никогда Винрейта 78 Ты бы дошел до уровня определенного И все А так, рандомчиком гонять И если эльфы попадались Выигрывать с большей вероятностью Ну да, это вполне возможно Это лишь значит, что за эльфа ты играл лучше Чем за другие расы Ну, преимущество по лимиту Немножко ушло Но это, скорее всего, ушло из-за, там, достройки Старых запасов и достройки дриад Блин, медведи Ну, какие финды! Блин, минус один фин, второго спасаем Медведи, красный, падает один Еще нейтралы подключаются Они подключаются Скорее против эльфа 62-51 Лимит хороший все равно у Хапача Вот где закопка, блин? Закопка сейчас столько финдов бы спасла Напишите к Хапачу Кто-нибудь Вас, правда, забанят? Вон, сразу Нага минус По поводу закопки 75-75 на данной стадии Вообще ничего не решает Столько бы финдов он спас Лимиты сравниваются даже Просто чтобы законтрить Закопку, которая там стоит 75-75 Тебе нужно за 75 купить просветку Понимаете? То есть эльф не... Ну, вы не теряете деньги на этом грейде Вообще Никакие А у него там всего два заряда А у вас финдов-то не два Дестройера ловит Умирает Я не знаю, как здесь Хэппи зашел Может не выйти Может его заб... Куда ты пришел? ДК! Минус ДК Пятый Дима Что, блин? Это не 3-0, это 2-1 Хэппи морщит лоб А что он зашел-то на красной точке? Я не понимаю Почему не выманить? Почему не добить? Очень много потерь финдов Самая большая проблема, я думаю, это отсутствие... Можно посчитать, какое количество финдов было бы спасено? Сделай бы хапать... Бору! Вот, вот! Бору! Отлично! Вот комментаторы тоже говорят Бору Они редко что-то толковое говорят Я надеюсь, что... Это не тот случай, когда они говорят фигню И просто вот... Ну, и я их хаю Вот Потому что лес у тебя есть, деньги у тебя есть Это один из самых дешевых грейдов Финн стоит там 215 Бору стоит 75 Даже разведя противника на просветке Там либо на мастерской по 50 золота Пусть за финда дополнительно платят Я не против Настораживает, как хапач может вот игры отдавать То есть он после размена там... Какой был лимит? Там типа 36 на 50? Ну, когда они посражались внизу Когда у эльфа там 5 ряд осталось У тебя 4 дестра 3 финда 2 героя Как он после этого отдал-то, да? Да ненужное поражение абсолютно 3-0 выиграл, пошел дальше на Каху Чего тут церемониться-то? Не пойму По ощущениям, Дима безэммалайт со вторым уворотом Мега танковый заряжен Одного фактора не бывает, шоколад Я видел, как Форкет влетал в финдов Я видел, как финды разваливались просто Которых потом не хватало, чтобы как раз урона по оставшимся дриадам героям давать В игре просто огромное количество факторов И в попытке разобраться в ситуации Надо стараться Надо стараться Ну, как можно больше понять того, что произошло То есть, проще сделать один вывод Типа, вот это зарешало Вот Но, как правило, причина поражения Ну, или победы, неважно Ну, результаты игры В большой совокупности факторов Большой Так, сейчас Что там произошло Пока я подбанивал чувака с никнеймом забанить ТГВ Потому что он обозвал игрока нубом Я пропустил, к сожалению Кому-то там чего-то не досталось По опыту я не получил, видимо, Хэппи второй уровень Черепашка мало добила, Хэппи небольшую А, понял Скелетом добил большой черепаку на маленькой тачке Понял То есть, Дима, ну, Дима все равно второй получил И выбивает сейчас артефакт Scroll of the beast продает Продает Все равно неплохо Ты реально выбиваешь артефакт Продаешь за 220 секунд добычи шахты Предметы не самые хорошие у Димки Ой, чуть-чуть не успел Там под словом можно было двумя койлами Вот, на телепорт развести Просветки у Хэппи нет тоже, почему-то Доел последнего Мурлока Не дал арчам сделать последний залп Им нужны и анимации Плюс пока стрела летит Там времени много Почему прокачав огонь и видишь, что ДК стоит на месте В инвизе не вырубишь, не сожжешь его Очень долго и ману жалко Опа, нагу выкупает Хэппи Взял артефакт Просветка, минус арча Ой, как врывается хапач Минус одна арча, минус вторая арча И уходит сразу от покупаемой Наги Ботинки, наверное, купит Хапач, да? Зашел, купил ботинки, молодец Передает ботинки, начинает преследование Нага достаточно бодро Побежала вперед, можно развести Диму на телепорт Потому что с одной стороны там скелеты Надо делиться, делиться ДК в одну сторону Ну... Там нет ботинок, там нет ботинок Мы можем... Ну аккуратненько, не блокируй себя же сам Так, пошел, пошел, пошел Скелет с одной стороны, ДК с другой Оп, ловит, 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 ловит Койл, выстрел Еще выстрел Еще подшаг выстрел Минус телепорт Нано Отлично разыграл в центре хапач Просто Быстрее взял нагу Взял просветку Точнее, купил... Купил нагу Купил просветку Сделал просветку Купил сапоги Передал сапоги Наги При этом, как бы, там гульки, скелеты жрут Арчи Нага стреляет по арчам Красиво Минус две арчи Минус телепорт Просто прекрасно Прайм говорит, ну вот, в 23-м банит за нуба, познающий тонкость какой-либо стратегии В третьей игре не изучил закопку паукам, уже новинка Ну, возьми определение нуба просто и все Что такое ньюби, нуб? Вот, и называть человека нубом, который, как минимум, сейчас топ-1 по рейтингу в мире Это верх неадеквата Просто верх Какое-то беспочвенное оскорбление Ошибаются все Но профессиональный игрок не становится нубом из-за того, что он ошибается Большая, ну, камень жизни выпадает, Димке Классно удается подрезать, конечно, артефакты Colorful Молодец Да, он очень плотный, Димка У него там кольцо-серклетка, второе еще Отличный диспел еще Висп диспелит там чуть ли не 4 скелета Не показывают скелета в потере, так что сложно оценить Там то ли 3, то ли 4 Так Что мы делаем дальше? Большая бутылка жизни, может... Хотя не факт, что надо ноги передавать В прошлый раз, помните, ДК очень хорошо впитывал урон TrueShot, полезно Успел задиспелить даже в последний момент Не, Colorful, Colorful может, у него скилла достаточно В плане микроконтроля тоже Хотя кликает очень мало Там 270, по сравнению Все, кто в топе остался, кликают 100+. Сегодня ровно 17 лет, говорит Рио Финалом инкапа, где Хэппи взял топ-2 Вроде бы первую онлайн-трансляцию, радио-трансляцию Которую я от себя смотрел Рио, 17 лет вместе Большинство отношений длятся меньше Так что Можно нас с тобой только поздравить Смотрел, слышал, уже путается в показаниях Дима присматривает Здесь идет выманивание Тоже, видимо, ради третьей Наги Но Хапач крепится все равно быстрее Посмотрим на уровень героев Поймем, что Хэппи крепится быстрее У него второй герой выше, чем второй у эльфа И при этом еще есть Лич Третьим Одна ценная красная точка на карте только остается Пилить там особо больше нечего Там маркетплейс оставшиеся люди И Хапачу бежать через всю карту на эту красную контестить Смысла нет И он решает, если что, эльфа вернуть на базу Нападает на него Доделывается улучшение на лунной колодце Но они пустые, поэтому толку нет И ночью нет Там же повышается и емкость колодцев на 125 И кажется, регенерация даже увеличивается Скорость оригена Ой, какая позиция не очень хорошая Гули сразу разваливаются Форкет Минус Спасает одного медведя, убивает второго Где гули-то вообще? 50 лимит на 44 ДК подставляется на нее с бутылкой Как мы помним Минус все гули Покусит лича, но у него большой инвул Нага Лич инвул А что дальше? А у нас телепорта нет У нас телепорта нет Нага Нагу спасает бутылкой И кидается в вражескую нагу А что делать? Здесь нага наша Не факт, что убежит Но у нее есть ботинки Но дриады нас режут Нет, не может Замедлил нагу Вражескую В смысле, где здесь биквин Фокалорфул, Алеша Телепорт на третью нагу Разменяется, что ли? Там лимиты равные Какой биквин? Хэппи даже больше лимита И он сейчас соберет еще две точки Пока эльф там перехватывает дыхание Где здесь биквин? Ну он уже по деньгам Сейчас две точки закрепит Уже Отобьет все Но красный не даст уже эльф закрепить И у нас герои пустые по мане Вот это очень плохо Нормальный там размен был А вот сейчас очень опасный момент Потому что Так, опасно Опасно, маны нет Еще нейтралы добавляют сзади Минус один медведь Уже хорошее начало Нага подставляется Наша немножко Ингул у нас есть У нас нихрена нет О, там Нага без стрелки У него полная мана У Наги без стрелки Все, включил стрелку В середине процесса Медведя спасает Второе, второе Вторая аура помогает Убегать Нага, правда, подставляется Фрост армор Блин, вот как хорошо Что есть реально сапоги Вот Нага Очень много времени В прошлый раз выиграла И сейчас Беги, 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 беги Не убежит Убегает На последний хитах Покупает бутылку Нага выживает Здесь Нага со свитком Опять Просвет Это, закопки нет Ингул Переключается Сейчас опять Закопка помогла бы Хапач Ну ё-моё Напишите кто-нибудь Про закопку Финдам На такой стадии Я понимаю, что это жертва Что вас Он сразу забанит за совет Но Здесь уже Развал Главное Димку не отпустить Блочим? Нет, не блочим Койл, койл Есть мана на койл Кидай койл Кидай койл Не жалеет Не жалеет Димон, Димон Молодец Минус Нага Медведя убили 28 лимита На 49 9-3-1 До сих пор не понимаю Как это получилось Сильного То есть он реально был Там смотрите Проблема у Калорфола Это точно я могу сказать Вот точно могу сказать Что это была грубая ошибка Это то, что Нага Без стрелки И без форкетов была То есть спустя 15 Где-то секунд сражения Она не кинула форкет И стреляла без замедления Понимаете? То есть она могла бы Кинуть там полтора форкета И гораздо лучше Подфокусить юнитов То есть она не должна С полной маной Стоять полсражения Ваш Кэп Как бы 55 на 33 лимит Конечно очень печальный У эльфа Он ничего не может сделать В лобовой атаке Хэппи на самом деле Может сейчас вернуться на красную Спокойно ее подкрепить И все Тем более у него Ну опять же Можно ману подрегенить ФМ Джекес Здравствуй Всем подключившимся Здрасте Сегодня конечно Супер просто Бупер финальный день Последний Три серии Первую мы с вами Сейчас смотрим Досматриваем уже Можно сказать Хэппи против Калорфула Победитель будет Против Кахи играть Потом впереди Еще 120 Не стал О, а Димка-то Минус Димка Все Став не успел сделать ГГ выходим Пишем 3-1 Калорфул вылетает С турнира Занимает четвертое место Хапач переходит К следующему эльфу Это Каха Который победил его В первом туре лозеров Самое время Брать реванш Особенно разогревшись На Калорфуле Думаю так Я быстро схожу там За водой И вернусь через 5-7 минут Не скучайте Общайтесь в чатике Goodgame.ru